Вот Financial Times посчитала, произвела расчет и сообщает нам, что «Газпром», есть такая в России была, точнее, компания, сможет оправиться от потери рынка Евросоюза, но не раньше 2035 года. Через 11 лет «Газпром» будет как новенький. Российский газовый монополист «Газпром» вряд ли сможет до 2035 года восстановить объемы продаж газа, который он потерял после полномасштабного вторжения России в Украину, и санкций. Об этом сообщает Financial Times. «Газпром» ссылается на отчет, который в конце прошлого года подготовили по заказу топ-менеджмента компаний. То есть это «Газпром» заказал исследование, типа «а когда мы там восстановимся-то после войны?» Ну, после того, что вообще получилось, с санкциями и так далее. И ему дали отчет, а Financial Times этот отчет каким-то образом заполучила и зачитывает. То есть что происходит с «Газпромом» дальше. Этот отчет является одним из самых откровенных в связи с того, как западные санкции, введенные в ответ на войну, нанесли ущерб «Газпрому» и энергосектор России в целом. Поэтому, дорогие мои друзья, зрители канала «Штриман», не надо отрицать успехов западной демократии в борьбе с россиянами. Да, вот мы сегодня уничтожили два НПЗ, вывели из строя два НПЗ. Но западники, которые наложили санкции на российский газ, тоже, в общем, ну, пусть на газ-то сам не наложили, но перестали там закупать, там закупать, не стали через трубу ничего качать, через северный поток. Вот результаты. Значит, в документе, в частности, говорится, экспорт газа в Европу к 1935 году составит, это из России, 50-75 миллиардов кубометров в год, этот показатель достигнет третьего довоенного уровня. То есть в 2035 году через 11 лет, через 11 лет «Газпром» рассчитывает, что он сможет продавать треть от того, что продавал до войны. Неплохо так, треть от того, что продавал до войны Европу. Основными последствиями санкций для «Газпрома» является сокращение объемов экспорта, которые восстановятся до уровня 1920 года, не ранее 1935 года. «Газпром» зашел в тупик, они это прекрасно понимают, сказала в комментариях «Финэншнал Таймс» старшего сотрудника Вашингтонского института мировой экономики Петерсона Элина Рыбакова. В документе также отмечается, что «Газпрома», чтобы сохранить свое доминирующее положение, на внутреннем газовом рынке придется использовать свое монополию на газотранзитную инфраструктуру и требовать от Кремля преференции. Ох, то есть, подождите, они даже внутренний рынок проиграют. То есть, типа, китайцы захватят внутренний рынок России, и у «Газпрома» газ вообще никто покупать не будет. Ну, это вполне возможно. К 1935 году китайцы научатся добывать газ сами, я думаю, без России обходиться не зря. Они вот сейчас, только на этой неделе, отказались подписывать с россиянами новый контракт на строительство новых веток газопровода «Силы Сибири». Я думаю, они рассчитывают добывать сами. Дальше, к следующим экономическим успехам. Тут прям парад экономических успехов. Срок денежных переводов – это тоже новости, кстати, с международного экономического форума. Вообще хорошо, что они его проводят. Мы хотя бы узнаем, что у них там. Что там у Адичалых-то? Срок денежных переводов, которые совершает бизнес из России в Китай, стал достигать двух-трех месяцев. То есть, у меня такое ощущение, что они деньги возят караванами верблюдов. То есть, в Москве на Садовом кольце загружается караван верблюдов, погонщики, значит, садятся на верблюдов и гонят их через Белгородскую, Курскую, Ростовскую область, туда, куда-то к Каспию, потом на Кавказ, потом туда через Кавказский хребет переваливают в Афганистан, дальше договариваются с пуштунскими племенами, и пуштуны уже гонят все это туда, в Северный Китай, ну, не в Гоби и Хинган, а в Так-Ламакан, на пустыню Так-Ламакан, и через Так-Ламакан все это идет уже туда, в центральную часть Китая, ну, и постепенно достигает уже каких-то городов типа Шанхая и Пекина. Я думаю, что вот так осуществляется сегодня банковский перевод из Российской Федерации, Федерации в Китай. Значит, срок денежных переводов достиг двух-трех месяцев. Об этом на Международном Петербургском экономическом форуме рассказал и старший партнер Московской офисы юридической фирмы ДХХ Юань И. То есть это китаянка рассказала, русские бы не рассказали, но форум-то международный, россияне бы сказали, да что вы вообще, у нас деньги летают туда-сюда, не вопрос, а тут Юань И их подвела. По ее словам, раньше, говорит Юань И, срок денежных переводов занимал небольшое время, а сейчас поступление денег на счет китайской компании после их отправки из России можно ждать 2-3 месяца, или можно, говорит, вообще не получить. Это приводит к неопределенности с выполнением условий торговых контрактов, потому что в случае, если задержка или отмена переводов, непонятно, следует ли считать, что партнер нарушил условия договора. То есть как подписали договор, что он оплатит в течение недели, россияне отправляют караван с верблюдами из Москвы, через неделю он как раз достиг Брянска, а китайцы говорят, где деньги, мы не поняли. А там же еще непонятно, привезли ли наш беспилотник в этот караван с верблюдами. Да, ну дальше там уже начались споры, прямо на этом самом, сколько же все-таки времени ходят эти примеры. В качестве примера негативных последствий для бизнеса из-за сложности переводов привели ситуацию с закупленным оборудованием, которое простояло на заводе в Китае 3 месяца, потому что поставщик не смог его отгрузить покупателю из России, который не смог его оплатить. Сорян, сорян, сорян. Вот такая тоже экономическая успеха. Сорян, сорян, сорян.